Добрый день дорогие друзья, с вами Гаценко Андрей, Академия Трейдинга и Инвестиций. Поздравляю всех с праздником 1 мая, День Весны и Труда. Также поздравляю всех кто присутствовал на Financial Expo 2017, на моем выступлении. Кстати, сейчас я его конвертирую и можете посмотреть его уже к вечеру ближе. Все у нас закончилось и переходим в нормальный режим работы с регулярными записями вебинаров, обзоров, разборов и так далее. Так, сегодня у нас обзор 2 мая уже, на улице хорошая погода, вот и мы торгуем. Так, да, начнем с нефти. У меня уже тут какие-то сделочки есть. Так, нефтяночка, поехали. У меня тут небольшие ланги, сегодня нефть хорошо столкнула утром с объемов, откат, я чуть зацепился. По причине недельного сетапа Price Action, и он мне очень нравится, я его рассматриваю как слабость медведей. Обычно после каких-то диких падений, либо взлетов, развиваются такие маленькие свечки. Если это не ломает тенденцию общую, то это все в тему на продолжение роста. На самом деле это очень любопытный сетап, который говорит о слабости медведей в рамках бычьей тенденции перед саммитом ОПЕК. То есть, возможно, уже большие парни становятся ланги в надежде на то, что нефтяники там договорятся и нефть будет 300 долларов за баррель. Вот, собственно, вижу это как слабость. Такие стапы уже были после крупных таймов. Это фактически называется внутренний бар с перелоем кульминационного. Часто отрабатывает и я его частенько использую. Поэтому интересные ланги по нефти из этой зоны. Напомню, в мае саммит будет также собираться и их решение будет связано с движениями по нефти. Вот это движение, если вы помните, это предыдущий саммит. Цена улетела, конечно, на 1000 пунктов. Вот, если они там договорятся нормально, я думаю, движение будет не меньше. Так, это значит нефтяночка. Дальше. Золото. Да, у меня тоже небольшие ланги. Связаны они с кульминацией с перелоем вчерашнего дня. Немножко тут собрал позу. Вот, собственно, это место. Так, GC. Вот они объемы. Что-то динамика пока не радует. Ну, потому что Европа это нормально. Вот, но объем был очень большой и я, собственно, пытался сработать именно на пробой вот этого кульминационного бара. На дневках он так же, как и по абсолютно та же самая идея, что и по нефти, но немного раньше. То есть, когда у нас вчера был очень крупный медвежий бар, который, собственно, делал перехай у нас трех дней с открытия и перелоет также. То есть, все, кто здесь четыре дня покупал и всех вынесло. Объем, правда, остался выше. Мы торгуемся ниже. Вот, но дело в том, что на недельном таймфрейме, если вы посмотрите внимательно, у нас проходит здесь уровень и было бы логично от него поискать ланги, в том числе и на пробой этого внутреннего бара на дневках, что, собственно, я пытаюсь сделать, но время, конечно, не то еще. Еще Америка не вышла. Ну, собственно, пока без убытки болтается, посмотрим. То есть, место хорошее, бар крупный, можно его назвать кульминационным, самый крупный во всем этом падении, там, двухнедельном. уровень есть, пробой его есть. Нужно рассчитывать, как минимум, на внутренний бар сегодня, а это будет уже фаза накопления для нового движения. Если такого не будет, значит, нужно следить за этим уровнем. Если он пробьется, лучше искать от него шорты. Пока я играю именно в ланги, потому что считаю этот бар кульминационным. Он очень много здесь стопов вынес. И есть очевидный уровень. И на недельках его, кстати, очень неплохо видно. Вот он проходит. Вот. В рамках вот этой бычьей тенденции, так же, как и по нефти, лучше искать ланги. Тенденция будет сломлена, когда вот этот уровень, 12.50, либо там, чуть раньше будет пробит. И лучше работать на тест его снизу. Это объективно. Так, дальше. Дальше. Это у нас было золото. Евро-доллар. Евро-доллар на недельном таймфрейме дал нам на прошлой неделе вот такой вот... Кто-то его называет волчок, кто-то там двусторонний пин. Но все это говорит о том, что у Быков силы мало. Все это связано просто-напросто с ожиданиями, да, второго тура президентских выборов во Франции. Только ленивый уже не начертил вот этот канал, у верхней границы которого торчит евро. Уровень там 0.8, там 0.70, да, он тоже тут очевидный, такой ровненький. Здесь Драги выступал, если вы помните. Сейчас мы находимся над ним. Шорты бы я рекомендовал искать под этим уровнем. На самом деле, то есть те, кто мечтает о перекрытии ГЭПа, лучше это делать вот таким образом. А не над этим уровнем, где сейчас все покупатели стопятся под него. Ну и вообще, нужно по Еврику лучше дождаться результатов президентских выборов во Франции. И тогда уже куда-то залазить. Не рекомендую играть вслепую на перекрытие ГЭПа. Я думаю, вы уже это заметили, да? ГЭП есть, он манит. Но давайте дождемся уже результатов, и тогда уже будем заходить. Так, британец. Британец на недельках ничего нам не показал. На самом деле, был пробит 29 уровень. Вот, и сейчас, сейчас те, кто следит за кругляками по британцу, сегодня, вот после сильнейшего такого импульса, хорошего, мы стоим над 1.29. Посмотрите внимательно, как хорошо этот уровень держится. От него можно заработать, было уже 10 раз. Следите за фьючерсными кругляками по британцу, и будет все хорошо у вас. Поэтому, если вы матерый продавец британца, это нужно делать под 1.29. Либо под 1.3, дождаться 1.3. В принципе, тоже объективно, это психологический кругляк, вот, который, за которым будут следить трейдеры. Поэтому, сейчас, куда-то лезть, если продажи, то под 1.29, либо на тесте 1.3, там, минимум на 50, а то и на соточку пунктов. На неделях ничего нет, на дневках британец, на самом деле, я тут брал движение по нему. Идея заключалась в следующем. Так, идея заключалась в гэппе на хаях. который произошел у нас с пятницы на понедельник. Вот, и этот разрыв, его видно на часе. Я даже отрабатывал вот это движение. Когда инструмент гэпует на экстремумах, это принцип, признак будущего хорошего движения в другую сторону, которое предшествовало движению перед гэппом. В принципе, британец тут прошагал, 60 пунктов, вот, я из них полтинчик здесь дернул. Но, внимательно следите за такими делами, пара очень здорово разворачивается от них. Вот, собственно, я здесь немного отработал. Конечно, хотелось там великое падение фунта, но после того, как я зацепился, я внимательно наблюдал за удержанием круглых уровней. И британец, он ушел под 1,29, но, собственно, ушел на Азию, да, и на Европе его вытолкнули, как пробку из шампанского. Поэтому, если он не держится под кругляком, значит, это не истинное падение. Вот, собственно, недельки особо ничего нам не показывают. Либо пусть уже этот последний недельный бар этой недели перекроется, допустим, до 1,28. И тогда можно будет сказать, что на прошлой неделе был ложный недельный пробой этого уровня. И работать уже от поглощения, которое может произойти на этой неделе, от уровня, сейчас, да, вот 1,28 снизу на тесте, да, допустим, на низ. Это было бы объективно. И тогда у вас был бы ложный недельный пробой. Вот, либо уже просто на дневках следить за кругляками, работать либо от 29 сверху, что сейчас происходит, до 1,3. Либо уже на 1,3 ждать фиксации покупателей и отскок назад до 1,29. То есть, вот такие варианты. Либо между кругляками, либо дождаться поглощения для шортов. И 29 снизу на тесте на падение. Вот такой вот план. Так, в принципе, все инструменты мы разобрали. Наиболее интересный сейчас нефть. Перед саммитом интересные. Интересно, золото, да, после вчерашнего крупного бара. Евро торговать не рекомендую до президентских выборов. И британчик от кругляков по схеме, которую я, собственно, озвучил. В принципе, на этом все. Завтра будет мой мастер-класс в 18.00. Всех приглашаю. Вот на вебинарной комнате можете найти ссылку. Вебинарная комната находится в шапке Академии Трейдинга и Инвестиций. Вы всегда нажмете, попадете в вебинарную комнату и увидите название вебинара на завтра, в среду, в 18.00. Или так называемые мастер-классы. Также разбор торговой недели произойдет в пятницу в 18.00. В принципе, на этом все. Те, кто хочет получить видео с Financial Expo 2017, где я выступал, вы его получите. Я его сейчас обрабатываю. Там двумя частями было записано. Сейчас я его склею. И выложу на форум форум «Форекс.Деньги». Если вы помните, вот его название. «Форекс.Деньги. Ветка Энджи и его друзья». Ну, я думаю, уже все знают, где меня найти. И с этим проблем не будет. В принципе, на этом все. Всем желаю хорошего и хорошей торговли. И до встречи завтра на моем мастер-классе в 18.00. Все. Всем спасибо. Пока. Удачи.